Вечер comme Dr. Irvin Iovastava, у нее замечательная работа «Психология. Сознательные трезвости». Итак, сознание и трезвые России. Я в городе, я очень으로 CeDIDR apa che似 nose to me. Это просто представление. Итак, симпulators Россию созревали при утверждении dennone trésпон人, что подтверждается в проявлении народного проекта «Сознательные трезвые России», который пройдет на исполнение. Это итог огромной работы трезвые выжили не только России, но и мира. Народный проект вобрался для весь опыт, направленный на утверждение сохранения трезвости. При этом, в результате «Сознательно-трезвая Россия» достигается без запретов и населений по отношению к поселению. Далее. Проект «Сознательно-трезвая Россия» содержит два основных опорных положения. Первое. Дополнение в Конституцию. Российской Федерации с целью охраны и здоровья благополучия граждан, улучшение гипографической ситуации, повышение эффективности экономики и обороноспособности страны, отнимание трезвости признается особо опасным видом социального прозитизма. Законодательство соответствует данной науке и практике и защищает граждан от любых действий, ведущих отнимание трезвости. Статус документа. Опубликованную в губернаторской газете «Пременская Орласть» сегодня, 1 февраля 2020 года в статье «Трезвая Конституция». В соответствии с установленным порядком, ходом с разными делами страны, в качестве дополнения в Конституцию, направленных лично к президенту России. Второе. Программа утверждения сохранения трезвости. Статус документа. Опубликованная в губернаторской газете «Пременская Орласть» сегодня, 10 октября 2009 года, в подборке сроки под общим заголовком «Будущее принадлежит трезвый народ». По программе «Трезвое движение идет плановая работа». С принятием дополнения в Конституции в сочетании с программой утверждения сохранения трезвости в России начинается процесс приведения действующего законодательства в соответствии с требованиями Конституции, которое уже внесено в упомянутое дополнение. А программа утверждения сохранения трезвости в России упорядочена процесс приведения действующего законодательства в соответствии с данными науками и практиками. Данный процесс можно характеризовать как появление новой области права защищения населения от особо опасного вида социального прозитива и манипризиса. Новая область права устраняет огромные противоречия между духом и буквой основного закона и ныне действующим законодательством. В Конституции, глава 1, основного конституционного строя, статья 7, прописана гарантия социальной защиты, а ныне действующие законодательства по факту установлен порядок отравления убийства на стериль с целью доживой. В частности, закон 171-1995 года с поправками содержит явную ложь, называя алкогольной ядой пищевой продукцией. Ожидаемые результаты однородного проекта «Согнательно-трезвая Россия» – повышение качества населения, улучшение демократической ситуации, повышение эффективности экономики, повышение обороноспособности страны, улучшение морального климата, снижение уровня преступности, улучшение других показателей, которые могут назначить одним словом, повышение качества жизни. Для успеха любого проекта требуется согласно условиям. Первое. Наличие точного, перейдемного на корне явления социального заказа. Наличие социальной базы, то есть наличие людей, хорошо понимающих социальный заказ и готовых действий для его продвижения в жизни. В настоящее время по проекту социальный заказ сформулирован с учетом взор и практики во всех деталях и имеется определенная социальная база. Точность и простота социального заказа нового проекта значительно облегчает формирование социальной базы, что подтверждается практикой. Естественно, интересы алкобизнеса в детской мере будут противодействовать народному проекту. Поэтому здесь переводится разъяснение. По проекту срок в три года позволяет алкобизнесу имеющиеся активы перевести в СССР. На стола пора конкретным действиям поставить откраждение сохранить трезвость в России в Центр общественного внимания. Наши предложения в решении круглого стола. Наличие народного проекта «Сознательно трезвой России принять» в сфере идут, обозначить сотрудство с ним широких слоев населения и административных структур с целью дальнейшего принятия в реализации. Девиз текущего времени «трезвость в Конституцию и право в законы». Ну и в заключении, такой самый первый лозунг трезвого движения появился лет 20 с лишним назад. Только трезвая Россия станет религией. Спасибо за внимание, Россия. Да, конечно. Можно маленькую реплику. Пожалуйста. Проект замечательный, но я бы, кстати, две вещи. Первое. Чтобы это было просто не декларативное намерение прописать тоже тот самый закон, я думаю, это мы только что сказали, потому что, еще раз говорю, это непростой закон. Это непростой закон, что в основе, собственно, реализации декларации и цельных намерений, конечно, будет держать этот закон без контроля государства, она от производства и продаж, мы ничего не делаем. Во-вторых, мало. Мне кажется, что недостаточно только социального заказа, социальной базы. У нас все будут опираться в политическую волю. Мы знаем политическую волю колонного человека, поэтому обязательно, третий фактор написать на вот это, наличие политической воли власти. Понимаете? Вы совершенно правы. У нас вот такая вот, типа документов, которые подтверждают вашу стремительность, вашу заключение. Так что огромное спасибо за то, что вы так прийти. Спасибо. Спасибо. Что? Все? Нет, давайте профсоюзу вам скажем два слова. Два слова. Профсоюз малого и среднего предпринимательства. Живем с 89-го года. Вот то, что вы говорите, значит, есть кто-то, что вы понимаете, на одну вещь наоборот.